Если вы все-таки завели себе ребенка, то вам необходимо понять, что ребенок это новый и ваш смысл жизни. Потому что я другого и не понимаю, как такое может быть, когда папа не платит деньги, когда мама не платит деньги, когда ребенок просто находится в непонятной обстановке. Потому что, извините, я конечно понимаю, что у пап тоже там с мозгами все нехорошо, но зачем мама, которая вынесла собственного ребенка, потом из него делает непонятно что? Это же мама. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Что же творится? И вот с этим делом разбираются судебные приставы. Конечно, можно говорить, что судебные приставы неправильно занимаются, но нет. Я, честно говоря, понял, что если бы не судебные приставы, то количество детей у нас без финансовых услуг, без оплаты элементов было бы не просто большое, а было бы глобальное. Поэтому все-таки, если с вами занимаются судебные приставы, то уже сделайте, пожалуйста, доброе дело и оплатите обучение своего ребенка. Конечно, и мне бы хотелось увидеть простых оборванных детей. И я-то точно знал, где их найти, но почему-то я их здесь и не увидел. Хотя и температура была не очень-таки суровая, но их не было. И, наверное, это такие родители, и, наверное, так работают несколько служб. Те, кто ими занимаются, и те, кто выбивает то, что должны платить родители. В большинстве своем понятно, что нормальные отцы, невзирая на косяки жен, продолжают финансовую помощь детям. Но вот те, кто не может этого платить, платить надо. А еще хуже, когда мать ничего не платит. И вот с этим продолжается работа. Уже шестой год службы судебных приставов проводят социально-рекламные мероприятия, направленные на оптимизацию взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних детей. В рамках данного этапа, который прошел с 15 по 26 декабря 2019 года, по всей территории Челябинской области традиционно проводятся рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. Мероприятия приурочены к самому любимому празднику детей – Новому году. Судебными приставами была оптимизирована работа по взысканию задолженности по алиментам и побуждению нерадивых родителей добровольно выплачивать своим детям денежные средства, определенные решениями суда. Не стоит забывать, что за сухими цифрами статистики стоят реальные детские судьбы. Ежедневно судебные приставы проводят кропотливую работу с должниками, в полном объеме применяя весь комплекс мер принудительного исполнения и взывают к совести должников, напоминают, что родные дети нуждаются в помощи и внимании. В рамках данной акции проведены рейдовые мероприятия по наложению ареста на имущество должника, обязанных выплачивать алименты. В Ленинском РОСП в период с 15 по 26 декабря 2014 года составлено 13 актов ареста описи имущества должников по адресам их проживания. В 2014 году в Ленинском РОСП города Магнитогорска на исполнении находилось, с учетом остатка прошлых лет, 2042 исполнительных производства о взыскании алиментов. На сегодняшний день на остатке в Ленинском РОСП осталось 685 исполнительных производств. Дознавателям Ленинского РОСП рассмотрено более 150 заявлений о привлечении должников к уголовной ответственности по статье 157, часть 1, то есть злостное уклонение от уплаты алиментов. В розыск объявлено 160 должников, из них половина должников разыскано. Но наиболее эффективными мерами исполнения является ограничение выезда должников за пределы Российской Федерации. Должники, имеющие сумму задолженности по выплате более 10 тысяч, ограничены в выезде. И теперь можно говорить о том, что должнички, ну-ка, денежки отдайте, не выйдите, да мы вас еще и посадим. Вы знаете, Новый год – это пора чудес. Наши дети ждут от нас внимания и подарка. Уважаемые должники, огромная просьба, вспомните о ваших милых детишках, вспомните о том, что они от вас ждут чудес, ждут подарков, ждут внимания. Будьте бдительны в этом вопросе. Да, магнитка работает, причем делает это круче всех. Да, у нас мало бездомных без отца и матери. И вот с этими работают судебные приставы. Да, и благодаря мне мамашки поймут и осмыслят, что те долгие часы в мучительных родах вам говорят, что это ваш ребенок и не чей другой. И в конце концов, тот, кто связал себя узами брака, поймет, что из любящей жены появляется друг, с коим вы вместе и на пару возведете новую жизнь. И пусть эта новая жизнь с молодых корней благодарит Бога за то, что она появилась и вас. И вот тогда счастья-то станет больше. И, конечно, надо понимать, что судебные приставы занимаются этими делами. Они вас ищут, тех, кто не платит денежки. Я, конечно, не понимаю, зачем это делать. Все-таки ребенок – это и есть смысл жизни, понимаете? Хоть посмотрите на меня и поймите. Да, я, конечно, пожил и много чего видел. Но рано или поздно теперь я понимаю, что такое мой сын. И естественен результат. Я прекрасно знал, к чему все это дело придет. И этим делом я и занимаюсь. Я никуда не испаряюсь, понимаете? Чем занимаетесь вы, вот эта проблема. Поэтому, как вы можете относиться к судебным приставам? Я понимаю, что, да, кое-какие вещи они творят. Но это, извините, банки. А потом вы начинаете выдавать свои денежные средства. Но тоже надо думать и не попадайтесь под уловки банковских структур. В остальном же судебные приставы творят то, что нужно. И так что мальчишки и девчонки, в смысле папы и мамы, которые что-то сделали, если вас судебные приставы привлекают, то уж, пожалуйста, заплатите нужную сумму в денежных средствах. Потому как другого варианта и нет.